Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусное овсяное печенье. Оно будет без муки, без масла, без сахара. В общем, все вкусное и полезное. Готовится оно просто и быстро. Духовку я сразу включаю разогреваться до 190 градусов. Бананы берите переспелые, чтобы они были сладкими. Понадобится 2 средних банана. Их вес без кожуры 260 грамм. Далее разминаем вилкой, чтобы получить банановое пюре. Также можно пробить в блендере. Добавляем щепоточку соли, ваниль, либо можно взять корицу и хорошо перемешиваем. Здесь у меня 150 грамм овсяных хлопьев. Я беру пополам быстрого приготовления и длительной варки. Вы можете взять какие-нибудь одни. Также по желанию можно взять что-нибудь вкусненькое. У меня сегодня шоколад, обжаренные орехи и клюкву. Беру всего по 50 грамм. Как вы уже поняли, печенье будет абсолютно без сахара. Поэтому такие добавки, как шоколад или сухофрукты, сделают печенье более сладеньким. Орехи обязательно заранее нужно подсушить, чтобы они стали более ароматными. Я сегодня беру пополам грецкие и миндаль. Орешки немного измельчаю ножом. Всыпаем их в общую массу и хорошо перемешиваем. Яйца и масло здесь тоже не используются. Для связки теста служат бананы. Если есть время, то можете оставить эту смесь где-то на минут 10-15, чтобы овсянка немного набухла. Вся масса станет еще более плотной. Противень застилаем силиконовым ковриком, либо хорошим качественным пергаментом. Если в качестве не уверены, тогда лучше смазать тонким слоем масла. Далее берем небольшое количество массы и скатываем шарик. У меня получается размером где-то с грецкий орех. Расплющиваем и перекладываем на противень. Из этого количества теста у меня получается 18 печенюшек. Соду или разрыхлитель я тоже не добавляю. Мне больше нравится, когда печенье получается жевательным, как мюсли. Если хотите, чтобы печенье получилось более воздушным, то тогда можете добавить пол чайной ложки разрыхлителя. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 190 градусов, ориентировочно 25 минут. Оно должно слегка подрумяниться. Все рецепты на моем канале в режиме верх-низ, без конвекции. У меня уже все готово. Печенье должно получиться вот таким, слегка золотистым. Когда хочется чего-нибудь сладкого, но менее вредного, я считаю, что этот рецепт отличный вариант. Можно и самому поесть, не боясь за фигуру, а также угостить деток. Или, например, брать с собой на перекус. Буду очень рада, если вам такой рецепт тоже пригодится. Несмотря на такой маленький список ингредиентов и простоту приготовления, печенье получается действительно вкусным. Как я сказала, оно мне очень напоминает батончики мюсли. Оно тоже получается жевательным. Ну и, конечно, радует то, что оно получается совсем не вредным. Здесь все вкусное и полезное. Ну а еще это печенье является постным, то есть подойдет и для веганов. И оно не содержит в себе глютена. Так что пробуйте, готовьте. Очень надеюсь, что вам такой рецепт тоже понравится. На сегодня у меня все. Желаю всем приятного аппетита и жду вас в следующих выпусках.